Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всех приветствую на моем вот этом вот знаете ли канале Добра и Позитива, а также всего прочего. Перед началом данного ролика хотел бы вам сказать, что, ну, знаете ли в чем дело. У меня уже был подобный видеоролик про лаунчеры, где я говорил о том, что, мол, когда дохуя лаунчеров и всего-всего прочего, это не особо-таки удобно. И в данном ролике я бы не особо сильно хотел повторяться, потому что, ну, повторяются только дебилы, дураки, а также лохи. Поэтому постараюсь не повторяться. Но перед всем этим, перед тем, как я вдруг мало ли там повторюсь или наоборот не повторюсь, я бы хотел вам сказать, что Аризона, ролеплей, феникс, айпи, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе на банковский счет, либо там на руки своего персонажа, неважно, а целых 300 тысяч вертов, а мой никнейм, вот этот вот самый Данте Коннор, а также айпи данного сервера и все прочее, оно находится в описании. Поэтому, если вы все это хотите заработать, получить и сделать прочие вещи, все это находится в описании под данным видеороликом. Вообще, почему я решил сделать данный видеоролик? Дело в том, что буквально там, я не знаю, на днях или около того, выходит, а когда вы смотрите данный видеоролик, скорее всего, уже вышел лаунчер от Аризона Ролеплей, и, ну, было бы неплохо высказать свое какое-то мнение по поводу всех вот этих вот лаунчеров и всего прочего, так как еще и там, знаете ли, недавно, ну, как недавно, плюс-минус так недавно, вышел еще и лаунчер от Diamond Ролеплей. То есть, когда сам проекты от какого-то вот этого, знаете ли, самого вот этого вот клиента сам по своим лаунчерам и со всем прочим, то где там версия самая устоявшаяся, это 0.37 R4, по-моему, или R5, я точно это не помню. Так вот, от этой самой устоявшейся версии все переходят на клиенты. Почему? В одном из своих роликов, когда я рассказывал вам о клиенте, о лаунчере от Ревент Ролеплей, я вот так, знаете ли, вскользь предположил, что вполне возможно это делается для того, чтобы там пароли спиздить или что-то наподобие того. Повторяться не вижу смысла, если хотите, можете посмотреть. В данном случае мы говорим про топы прям проекта, вот прям топы проектов, у которых по прибыли вроде как все нормально, поэтому ничем подобным заниматься им смысла, ну, лично я не вижу. Так вот, лаунчеры, вот лаунчеры Аризоны, допустим, да, со стороны, вот как лично видел я по скриншотам, а также по самой вот этой вот самой презентации от Стаса СК Мэйсона, там на стриме он это делал или там еще где-то, я точно не помню, я вот помню, как все это выглядело, я помню, как он показывал лаунчеры, но где это было, я вот что-то припомнить особо-таки не могу. Если найду какой-то видеоролик, где он показывает этот самый лаунчер, то вставлю его сюда. Да, надеюсь, как говорится, он не с самп-ютуберами заодно, страйки мне кидать не будет, поэтому вот надеюсь, что будет все как-то, ну, плюс-минус вот так вот. Так вот, в чем же все дело лаунчеры? Для чего их делают? Дело в том, что функционал самого сампа, вот этого вот самого, знаете ли, версии там 0.3.7 и всех прочих, он ограничен. И даже функционал версии 0.3.0, который, по сути, включает в себя подгрузку каких-то моделей и так далее, она тоже ограничена. Допустим, можно вот только модели загрузить, допустим, там скины или модели на машины. А вот голосовой чат добавить через вот эту вот самую версию 0.3.0 уже не представляется возможным, поэтому люди ищут какой-то обход. И вот проекты сервера в GTA Sampi нашли свой самостоятельный обход всех вот этих вот штучек. Решили сделать свой лаунчер, в котором как бы уже по стандарту у всех игроков будет один и тот же модпак, один и тот же набор модов и один и тот же скрипт на голосовой чат. То есть, получается, это то же самое, если бы вы установили, допустим, на GTA Samp свой со своими друзьями одни и те же моды и зашли на проект. И вот эти самые моды были бы вот только у вас, и никто бы их больше не видел. Но вот лаунчер это как бы официальная хуйня для абсолютно всех людей, чтобы подвести всех под одну гребенку. И вот я уже могу сказать, что если, знаете ли, там у Калькора что-то в голову взбредет, да, он там отключит в Sampi 0.3.7 вкладку хостед, вкладку интернет и все прочее, то, ну как бы у сам проектов уже есть какой-то, так знаете ли, резерв в виде клиентов, в котором они смогут существовать. Как лично я это все вижу, как лично я все это понимаю. Могу ошибаться. И если мало ли что-то подобное будет, то вы как бы без игры на своем любимом сервере не останетесь. Я думаю, что про лаунчеры сказал исчерпывающе. И лично я считаю, что лаунчеры это не особо удобно, но это вынужденная функция. И вот почему это неудобно. Конечно же, это плюс-минус будет вам удобно, если вы играете на одном проекте. А вот что, если вы играете не на одном проекте? Не только там на Аризоне, или не только на жизненном деревне, или не только там, допустим, на какой-нибудь родине КРМП. Но если вы играете на родине КРМП или вообще в КРМП, да, то есть тут никакого предвятого отношения именно к этому проекту нет. Для меня все проекты в КРМП это конченное говно, потому что они находятся просто в КРМП. Да, КРМП, как мы знаем, для конченных дебилов и даунов. Неважно. Вот. Значит, если вы, ну, как бы, играете не на вот этих вот проектах от Аризоны Геймс, то, ну, наверное, сами понимаете, что будет не сладко. То есть, скачать один лаунчер, потом скачать другой лаунчер, все это разархивируется куда-то тебе в реестр, блять, куда-то вот в файловую систему, в корневые папки, во всю прочую хуйню. И потом вот ищи с вещей, как это все удалять, как это все делать, если вдруг, я не знаю, там, что-то не выйдет с этими со всеми лаунчерами, если поиграть не удастся, что делать-то потом по итогу? Просто, я не знаю, в восстановлении системы, наверное, только, или бэкапы какие-то. А вот опять же, а если ты играешь не только вот на этой самой Аризоне, или не только там на Даймонде, а вот все проекты, допустим, сделали свои лаунчеры, и какого-то вот одного единого лаунчера, с которого можно было бы заходить на все проекты, такого просто нету. Это, кстати, неплохой бизнес-план сделать, допустим, какой-то один единый лаунчер для всех серверов Сампа, где бы подгружался, там, знаете ли, вот официальный оригинальный модпак. Возьмите себе какие-нибудь, там, я не знаю, бизнесмены, вот это вот на вооружение какое-нибудь, я правда не знаю, как со всего этого можно зарабатывать. Возможно, рекомендую какие-то проекты, там, выше, или что-то наподобие того. Вот. Как бы, но пока всего этого не существует, какого-то единого клиента, какого-то единого лаунчера для всего этого, ну, будет не особо сладко, скажем так. Потому что качать абсолютно все клиенты, и потом вот в них как-то вот это вот шариться, разбираться, ситуация напоминает лично мне ситуацию, вот, допустим, со Стимом и Эпик Геймсом. В Эпик Геймс каждый день раздается какая-то бесплатная игра, и там ее можно получить, и там в нее можно играть. Или, допустим, игра выпускается только эксклюзивно в Эпик Геймс Стор. А вот, допустим, в Стиме, в котором у тебя все игры, в котором у тебя все достижения, а также прокачан уровень аккаунта, там ничего подобного, там подобной игры, ее просто-напросто нету. И что делать тогда, спрашивается? Что делать-то мне ебать тогда? Что? Я вот просто напокупал игры, я напрокачивал аккаунт, у меня там Дотка, у меня там какой-нибудь, я не знаю, Тим Форрис, Кэс Гоу, боже упаси, и вот все прочее. Что мне тогда-то делать? Что вот? И вот тут такая же ситуация, точно. То есть все проекты сейчас делают свои вот эти вот клиенты, лаунчеры придется выбирать какой-то один проект. А так как Аризона Ролеплей это топ-1 проект, и у них еще там в лаунчере плюс существуют другие проекты, там КРМП можно сразу зайти оттуда же, на Жизнь Деревня можно зайти оттуда же, то есть, ну, Аризона объективно по лаунчерам всех выебят. У них даже, по-моему, самый красивый лаунчер, насколько лично я понимаю. Вот. И, ну, сами понимаете, не особо это все прикольно смотрится. Однако, вы можете в комментариях поделиться своим впечатлением от лаунчеров, как там вообще все работает, каким лаунчером вы больше всего довольны, в каком лаунчере лучше всего оформление, и многое-многое другое. Поэтому, если вам все это интересно, можете поделиться своим мнением в комментариях и написать, где я был, допустим, неправ, или вот где я попал в самую точку. Будет приятно все это почитать. Ну, а потестить самому все эти лаунчеры я чисто физически не успел. Работы много, а времени, как вы понимаете, мало. Поэтому ничем подобным похвастаться не могу. Но если вы, допустим, какой-нибудь ребенок, у которого времени просто жопой жуй, тогда, если вы еще и потестили все лаунчеры, вы вообще красавчик, и можете написать свое авторитетное, эксклюзивное, а также неподкупное мнение, ко мне в комментарии по данным видеороликам я его почитаю. Если мне понравится то, что вы там написали, я это даже лайкну. Поэтому, ну, как-то так со всеми этими лаунчерами и происходит. Не знаю, что будет дальше, какое там дальше, вот это, знаете ли, лаунчерное безумие нас ждет в недалеком будущем. Однако, ну, в принципе, возможности, которые предоставляет лаунчер, наверное, это даже стерпеть можно. Наверное. Я не знаю. То есть, я еще не тестил ни один лаунчер, но, как лично мне рассказывают люди, играющие на Даймондовском лаунчере, на Гранд РПшном лаунчере, выглядит удобно. И даже, вроде, игра у них запускается намного быстрее. Опять же, не знаю, правда это или нет, чисто со слов вот этих вот самых моих друзей. А друзьяшкам я привык более или менее доверять, поэтому, ну, наверное, склонен согласиться с ними. Однако, от вас будет, конечно, поприятнее все это послушать, все это почитать и узнать ваше мнение насчет всего этого. Так сказать, увидимся с вами через несколько секунд, если вы посмотрите какой-то из роликов, которые уже вышли, они там в подсказках, если что, есть. Поэтому вот, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Скачивайте лаунчер, или не скачивайте лаунчер. Играйте с голосовым чатом, ведь он охуительный. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona RolliPlay Phoenix находится в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok